Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас пельмешечки домашние, непокупные. Смотрите, какие красавцы! Немножко переварила я их. Но зато мясо внутри обалденно проварилось. Еще арбузик у меня такой. Я каждый день обязательно кушаю холодный арбуз. Что-то у нас в последнее время холодильник тоже, видимо, хочет крякнуть. Придется покупать, наверное, новые. Что-то он очень плохо охлаждает. Ну, это холодильник с тех пор, вообще просто, как я открыла глаза. Не знаю, 20 лет этому холодильнику точно. Мама говорит, что мне было 3 годика, когда мы его купили. Ну, в общем, очень старый холодильник у нас. Он просто вот-то вот. Сегодня-завтра, сегодня-завтра. Уже плохо охлаждает. Я еще позавчера, прикиньте, снимала на кухне начало мукбанка, типа АСМР. И чтобы не было посторонних шумов, так скажем, закрыла окно, выключила холодильник, такая умная и все дела. Решила, что потом включу. А потом я забываю включить холодильник, иду по своим делам. С холодильника плелась вода. У нас так бывает, я не знаю, у всех так или только у нас. Все разморозилось. У нас в морозилке всегда лежит хлеб для бабушки. Бабушка обычный магазинный хлеб не любит. Именно из-за этого мама один раз в неделю обязательно печет хлеб. Я домашний хлеб не люблю. Я отдельно покупаю себе. Черный. Хлеб в морозилке промок. Из-за моей куриной памяти. Теперь маме заново надо печь хлеб. Обычно она в неделю один раз печет. А тут она буквально два дня назад испекла. А все просто некоторые спрашивают, какие отношения у бабушки с мамой. Относительно неплохие на самом деле. Вот, например, мы едим, к примеру, голубцы. Бабушка любит, когда готовят по ее рецепту с какими-то приправами. Мы любим, когда готовят по-другому. Всегда, каждый день и обязательно для бабушки готовятся в отдельной кастрюле отдельное блюдо. Обязательно. Бабушка не любит, например, магазинный хлеб. Мама печет для нее домашний. То есть сказать, что плохие отношения я не могу. Человеку уже 90 лет, естественно. Но бабушка, несмотря на это, вяжет. И сейчас, если честно, эти носочки, которые она вяжет, уже особо никто не носит. То есть все покупают домашние тапочки, какие-то с рюшечками, с бантиками. Но я специально каждый раз покупаю эти нитки, чтобы бабушке было чем заняться. Некоторые просто тоже писали, что, Айка, ты говоришь, что молодые должны жить отдельно от родителей и так далее. Почему тогда ваша бабушка живет вместе с вами? Раньше, во времена моей бабушки, моей мамы, все жили вместе. То есть у нас как бы такая традиция на Кавказе. Младший сын со своей женой живет вместе с родителями и заодно ухаживает за ними в их старисти. Но сейчас у нас потихоньку все становится так же, как в Европе и так далее. Даже молодые семьи, которые как бы не имеют свою жилплощадь, просто предпочитают съехать, снимать, но при этом, чтобы у них голова не болела. Я ни в коем случае не рассматриваю вариант, что мы с любимым будем жить с его родителями. Они в этом плане очень современные. У них даже бабушка живет отдельно от его мамы. Ему как-то даже, знаете, дико кажется всем жить вместе. Потому что у меня, у бывшей подруги, ну как у бывшей подруги, помните, я вам рассказывала историю, девочка меня кинула на 300 монат. у нее была старшая сестра, у которой был парень, даже уже жених. Они 7 лет встречались, и все 7 лет они спорили на тему того, что девушка не хотела жить с родителями парня, а парень говорил, нет, у нас так принято, я хочу жить со своими родителями, не хочу их бросать и так далее. Просто постоянные разногласия по этому поводу. у нас просто ни дня не было недопонимания на эту тему. Это, конечно, очень хорошо. Потому что, не знаю, мне кажется, у меня тоже характер не сахар, я не очень аккуратна, я не кладу вещи на места. И если мама, например, да, это все-таки мамочка, она увидит, что ты не положила на место, возьмет, сама положит. Правильно? А когда это уже свекровь, да-да-да-дам. Хотя свекрови тоже разные бывают. Но все равно, я нифига не перфекционист, я не очень аккуратная. Например, у меня парень, он очень аккуратный, он всегда одет с иголочки, у него все выглаженное, выстиранное. Видели бы вы его старый телефон, старый его айфон, который я хотела толкнуть. Ну, как толкнуть? Наш сосед в деревне хочет определенный айфон, который лежит у него дома. Я говорю, давай мы его продадим ему, и все будут счастливы. Ну, в общем, когда я увидела этот телефон, я была в шоке, ребят. Я просто была в шоке. Этот телефон, на нем не было ни одной царапины, на экране, нигде просто. Я была в шоке. Я говорю, ты вообще ходил с этим телефоном или нет? Я представляю, мы живем с ним вместе, я такая, как в хлеву, и он такой в шоке. Что это такое? Почему так живем? Ну, мы с ним уже договорились. Мы можем вызывать клининговую компанию. Эту идею подала моя мать. Это не очень дорого. То есть, это в неделю один раз. Можно даже в месяц два раза на генеральную уборку, например, позвать. А так, в общем-то, прибираться самой. Конечно, лучше приучить себя к порядку. Давайте сделаем так. Я прямо с сегодняшнего дня буду класть вещи на свои места. Все решено. С сегодняшнего дня все вещи я кладу на свои места. Когда я потеряла наушники, да и вообще, мой парень всегда был в шоке. Он говорит, мы с ним, например, часами болтаем по телефону, и он говорит, говорит через наушники, чтобы тебе было удобно, руки были свободные. Я ему всегда говорю, я не знаю, где лежат мои наушники. И он такой в шоке. В смысле, не знаешь, где лежат наушники. Он говорит, как так можно? Я уже молчу, что мои наушники все в ушной серии, и вообще, белые наушники стали серыми. А его... В общем, в этом плане мы очень разные. Надо как-то подстраиваться. Все решили с сегодняшнего дня. Все вещи, которые я беру, я буду класть на свои места. Я совсем забыла про айран. он невкусный. С укропом. Я не люблю укроп. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Экэмили. Субтитры сделал DimaTorzok